Привет! Это обзор на наушники SHP6000 от Philips. Дело в том, что я бродил только что по просторам YouTube и обнаружил, что на эти наушники есть видеообзоры, но они настолько отвратительные, что мне вот просто необходимо без подготовки всякого сценария просто запилить, быстренько рассказать, ради чего стоит покупать данные наушники и ради чего ни в коем случае не стоит их брать. Первое и главное то, то есть первый главный аспект, ради чего стоит брать данные наушники, это, конечно же, трехметровый кабель. Вот он. Целых три метра. Если вы будете использовать данную особенность по назначению, тогда наушники стоит брать. Это самый главный перевес в сторону брать или не брать. Вот стоит брать наушники, если вам нужен длинный провод. Лично я использую длинный провод, когда я подключал наушники к компу, становился в полный рост перед микрофоном и начинал записывать голос. Или, в общем, это можно использовать, если вам нужно двигаться, отходить куда-то, вставать и чтобы наушники были при этом одеты. Второй плюс – это долговечность. Наушники действительно качественные. Толстенный штекер, который не перегинается, не перегибается. Толстенный провод, который действительно внушает доверие. И такое же хорошее соединение вот здесь. Ну, то есть наушники должны прослужить, ну, минимум пару лет, это точно. Также порадовала вот эта железная вкладочка. Это, конечно, больше понты и для красоты сделано, но всё же это железная вкладочка, которая на бюджетных наушниках дополнительно придаёт ещё свою лепту в дизайн. А так, это кожзам из кожи молодого дермантина. С прошитыми амбушюрами. Собственно, по дизайну сказать больше нечего. Это довольно-таки симпатичные наушники, которые выглядят на баксов так 100. Но после того, как вы их надеваете и включаете музыку, становится понятно, что наушники стоят не 100 баксов, а стоят они все 45. И звук – это далеко не самая сильная сторона этих наушников. Но из всех сильных сторон она идёт по счёту под номером 3. Если подробнее о звуке, то неплохой баланс частот. И это меня очень подкупило, потому что если с таким качеством звучания будут выпирать басы, это будет звучать просто отвратительно. Но баланс соблюдён очень хорошо. Именно благодаря этому все композиции, которые я слышал на более качественных наушниках, прослушаются довольно-таки неплохо. Больше всего понравилось слышать хип-хоп, электронику и подобные жанры. А вот в инструментальных пианопартии, тарные запилы где-то там сзади, сбоку, даже не надейтесь это расслышать. Это вот, ну просто, оно немножко смазано, немножко всё вот так вот вместе, и всё это летит вам в уши. В общем, точно не для классики, и точно не для любителей расслушивать всякие там партии, расставленные по сцене. В общем, здесь вряд ли у вас это получится. Следующий пункт. Главный минус — это комфорт. После того, как вы надеваете наушники, вы понимаете, что что-то не так. Я вот надел наушники, и понимаю, что это не так. Что-то вот не так. И вы пытаетесь разобраться, что же не так. А на самом деле не так что-то с амбушюрами. Они просто круглые. Когда вы надеваете их на голову, этот круг не совсем равномерно прилегает к голове. Из-за этого создаётся такое не очень приятное ощущение. Но, слава богу, оно проходит через секунд 10, когда голова привыкает к наушникам. К оголовью мягкому вопросу вообще никаких. Амбушюры тоже довольно мягкие. Но сама форма, вот это вот, вот это фейл. Это действительно фейл у производителя. Я не знаю, почему они так сделали. Может быть, в силу цены они не стали запариваться слишком сильно над комфортом. Но это единственное, что мне вот именно не то, что очень сильно не понравилось. Но это главный минус. В наушниках можно просидеть часа 2-3 абсолютно без проблем. И вот я тоже сейчас надел. Ощущается небольшое странное ощущение. Но после уши привыкают. И всё окей. Итак, подводя итог. Можно сказать, что наушники стоит купить из-за длинного кабеля. Возможно, его стоит использовать при просмотре телевизора. Если вы смотрите телек на расстоянии там 3 метров, то данная модель это просто прекрасный вариант. Причём бюджетный. И для телепередач, всякой поп-музыки, того же кино, наушники годятся на все 100%. Это всё. Спасибо. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok